Вот он, еще один набор весны 2022 года, лего техник за номером 42136, зеленый трактор John Deere с желтым прицепом. К этому моменту я собрал и даже успел поиграть в большой гоночный болид McLaren 42-141, в шестиколесный внедорожник-гексоцикл 42-139 и даже в миниатюрный телескопический вилочный погрузчик 42-133. И к моему большому удивлению, мой выбор лучшего набора первой половины 2022 года переходит от шестиколесного внедорожника, который, кстати, я заслуженно считал лучшим набором с точки зрения рационального подхода. Так вот, мой выбор переходит от внедорожника к этому зеленому трактору. Да, друзья, John Deere для меня теперь лучшая техник-игрушка среди всех новых наборов первой половины 2022 года. Почему так? Я не знаю. Функций тут мало. Пара-тройка. Деталей тоже мало. Всего 390 штук. Но этот трактор способен дарить положительные эмоции, радостное настроение и какое-то веселье от игры. И при этом ничего не требуя взамен. Возможно, это и есть чистая любовь. Но в любом случае, давайте сохранять трезвую голову и постараемся подойти к обзору этого трактора непривзято, без эмоций, то есть, как и положено обычному обзорщику. В наборе вы найдете две инструкции. Большую для трактора и малую для сборки прицепа. Как обычно, в конце второй инструкции имеется лист с перечнем всех деталей. Также показаны функции набора, а в конце на обложке сравнение с реальным трактором. А начать обзор я хочу с эксурса в историю. А именно, тема тракторов в линейке Лего Техник очень популярна. Я насчитал 15 различных моделей. Первый трактор вышел в свет в 1977 году, год образования линейки Техник. Ну или Техникал Сет, если уж быть совсем точным. Затем были и другие тракторы. Некоторые из них даже переупускались в другом цвете. Были как миниатюрные, так и флагманская модель. Брендовые и безымянные. С электрикой или пневматикой или вообще без всего. Короче, было практически все, но ничего похожего на современный Джон Дир не было. Хотя Лего энтузиасты постоянно создают свои самоделки, ну так называемые моки, используя для вдохновления продукцию компании Дирен Кампани. Кстати, Джон Дир это не только торговая марка, ну бренд компании Дирен Кампани, но и имя создателя компании, который аж в 19 веке и заложил ее основы. Фамилия Дир, хотя и пишется по-другому, но очень созвучно с английским существительным Дир, что означает олень. Поэтому на логотипе компании мы можем видеть этого самого оленя. Ну ладно, так чем же Джон Дир отличается от остальных 15 наборов, выходивших ранее? Ну во-первых, цветом. Сам трактор выполнен в сочном, насыщенном зеленом цвете. И этот цвет мне очень нравится своей глубиной и яркостью. Многие детали впервые выполнены в этом зеленом цвете. Ну такие как рамки 5х7, большая плитка 6х6 и пара панелей 3х5х3. Большинство ранее выпускавшихся тракторов выглядит как будто зеленые, но на самом деле этот цвет лайм. За исключением одного миниатюрного трактора 8281 2006 года, который единственный из всех, где можно найти зеленые балки. Поэтому и зеленый цвет, ну в принципе не уникальный для трактора и встречался ранее. Однако Джон Дир великолепно и плотно собран из этих зеленых деталей, которых тут кстати достаточно много, а именно ровно 50 штук. Наклейки я решил наклеить, так как этот трактор будет стоять у меня на полке, а не пойдет на детали, как другие новые наборы этой весны. Трактор просто великолепный, даже без наклеек. Но с наклейками это просто огонь. Хотя и зеленый. Поехали дальше. Во-вторых, отличия от других тракторов могут быть найдены в количестве используемых деталей. Набор Джон Дир, как я уже говорил, имеет 390 деталей. Однако сам трактор состоит всего из 270. А остальные 120 деталей используются для постройки желтого прицепа. Таким образом, наш зеленый трактор по своему размеру, скорее всего, является маленько-средним набором, масштаб которого уже встречался ранее, так как размеры других тракторов находятся в диапазоне от 100 до 2000 деталей. Размеры Джон Дир вместе с прицепом составляют 35 сантиметров в длину и 9 сантиметров в ширину. Собирать этот трактор я доверил черному лохматому коту и своему сыну, так как он, ну сын, очень просил меня об этом. Действительно, любой ребенок будет в восторге от такой игрушки, а взрослым не придется тратить много денег на него. Ну, это как посмотреть. Цена трактора действительно низкая, но относительно других новых наборов весны этого года. А вот курс российского рубля по отношению к доллару делает набор достаточно дорогим. Ладно, что еще? Покрышки на тракторе Джон Дир имеют размер 56 на 26 и в своем названии имеют слово «трактор», что, собственно, идеально подходит к трактору. Все логично. Такие колеса не новые и уже встречались нам на некоторых нетракторных моделях техник. А также, что интересно, в количестве двух штук на сети тракторе 60287. Итак, наши покрышки установлены на желтые диски размером 30 на 20. И всего таких колес тут 4 штуки. Однако, в реальной жизни часто применяют систему сдвойных колес. Эта система предназначена для снижения негативного воздействия на плодородный слой и увеличения тягового усилия трактора при выполнении тяжелых работ за счет увеличения пятна контакта колеса с почвой. Ну, то есть, 8 колес на тракторе – это хорошо. Так давайте же применим эту систему сдвойных колес на нашем лего-тракторе. Да, выглядит это действительно круто. Колеса, кстати, я одолжил с отличного ресурсника. Внедорожника 6х6 из набора лего техник 42139. Вот так. У трактора Джон Дир всего одна функция. Ну, помимо катания, это руление. Функция эта реализована очень прикольно. С множеством шестеренок и маленьким поворотным столом. Ну, столиком, да? Таким образом, руление происходит благодаря преломлению рамы. Такая же функция есть в моем Вольво-погрузчике. Да не, не в этом. А вот в этом флагмане 2014 года, наборе 42030. Но в этом наборе преломление осуществлялось с помощью легендарного серого мотора. Но мы на Джоне поролим вручную. Да ничего страшного. Тем более, что трактор очень маневренный и управляется достаточно легко. На четырех, на восьми колесах с прицепом или без. Сзади у трактора, помимо сцепного механизма, есть знак, обозначающий тихоходное транспортное средство. Ну, с этим я полностью не согласен. Катается этот трактор очень бодро. А для чего этому трактору нужен сцепной механизм? Ну, как для чего? Для прицепа, естественно. Действительно, в наборе есть желтый прицеп. Этот прицеп, конечно, не является произведением инженерной мысли. Да и по дизайну тут есть что улучшить. Ну, например, добавить откидной задний борт, как на том же внедорожнике 42-139. Да и боковые скосы кузова могли быть тут плавнее. Однако, что интересно, функции у прицепа больше аж в два раза, чем у самого трактора. Ну, собственно, их тут две. Первая – это возможность опрокидывания кузова с возможностью его фиксации в крайней точке. А вторая функция – это имитация плавающей подвески боковых колес прицепа. Этот механизм очень простой. Колеса на больших препятствиях будут упираться в кузов. Цепной механизм меня немножко расстроил. Потому что мог бы быть реализован лучше. Ну, да ладно. В любом случае, наличие даже такого прицепа существенно повышает позитивное восприятие этого трактора. А также придает больше играбельности. Меня также очень удивило, что при такой замечательной детализации трактора тут сэкономили на желтом проблесковом маячке, который решили выполнить с помощью простой наклейки. Ну, вы что, серьезно? Я уже отмечал отсутствие маячка на вилочном погрузчике 42-133. И вот, видимо, это тенденция этого года – избавляться от маячков. Меня это очень расстраивает. А вот подводя итог, я хочу сказать, что я-то думал, что зеленый трактор будет таким же провалом, как в свое время был лицензионный Jeep Wrangler. То есть по малому количеству деталей, относительно низкой цене и отсутствие функции, ну, точнее, малого количества этих функций, ожидать чего-то особенного от этого трактора нам не приходится. Однако, вся эта рациональная логика рушится, как только вы соберете этот трактор. Каким-то непонятным образом этот John Deere способен влюбить в себя. В общем, отличная игрушка, которая подарит вам веселое зелено-желтое настроение. Надо его брать, ребята. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok